с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 21 июля сразу же о родившихся в этот день в 1620 году приходит в сей мир жан пикар французский астроном первым точно определивший дугу меридиана установив таким образом размер земли он также пришел к выводу что наша планета не имеет точной формы шара даже страшно подумать как восприняла эти выводы церковь того времени в 1899 году родился эрнст миллер химингуэй американский писатель романист драматург новеллист классик мировой литературы 20 века в 1910 году владимир серов живописец и график народный художник ссср автор картин ходоки у ленина декрет о мире лауреат госпремии ссср в 1923 году глеб стриженов российский актер заслуженный артист рсфср необыкновенное лето несколько дней из жизни обломова это лишь некоторые работы с его участием также 21 июля появился на свет в 1929 году пётр щербаков российский актер его фильмы добровольцы дни турбинных мы из джаза зимний вечер у гаграх и конечно же служебный роман и старый новый год в 1937 году в этот мир приходит эдуард стрельцов футболист которого сравнивали с самим пеле лучший распасовщик страны обладал сильнейшими ударами с обеих ног честь стрельцова назван даже футбольный прием паспяткой 6 мая 1958 года за два дня до отъезда сборной сср на чемпионат мира стрельцов и спартаковцы огоньков и татушин арестованы возбуждено два уголовных дела стрельцов получает 12 лет лагерей сегодня при анализе документов уголовного дела возникает подозрение что арест и следствие были заранее спланированной акцией 1938 год день рождения нани бригладзе грузинской певицы народной артистки ссср она вспоминает вы знаете ноня сказал мне брежнев я специально обручальное кольцо снял чтобы вы думали будто я не женат это как вы понимаете говорит о многом замечательная уникальная певица 1948 год день рождения писателя сатирика михаила задорного ну а теперь о событиях 21 июля 356 год до нашей эры эфесский грек герастрат чтобы обессмертить свое имя сжигает одно из семи чудес света храм артемиды эфесской желая покарать честолюбца самой страшной казнью забвением жители города постановили не упоминать его имени нигде и никогда боги посмеялись над мудрыми эфессами вся эллада говорила вы знаете как наказали этого негодяя его теперь навсегда забудут кстати как его звали так герастрат обрел то чего страстно желал бессмертие и мы к сожалению его тоже вспоминаем 1613 году в успенском соборе московского кремля проходит коронация первого царя из рода романовых михаила федоровича царь молод и неопытен и до 1619 года страной правит великая старица марфа с родней после освобождения в девятнадцатом году из польского плена патриарха филарета фактическая власть переходит в руки последнего также именовавшегося великим государем государственные же грамоты того времени писались от имени царя и патриарха в царствоне михаила федоровича были прекращены войны со швецией речью посполитой возобновлены отношения с иностранными державами 1783 год начинается освоение благодатного крымского края который еще вчера был татарским князь потемкин первым занимается разведением здесь винограда делал это григорий александрович на основе последних достижений европейской науки прибывшие по его просьбе из венгрии 4 винодела разбивает виноградники в старом крыму накачи в судаке также были выписаны из разных стран саженцы миндаля граната лавра кипариса причем светлейший князь сам сажал их сада холубки не прошло десяти лет как крымским вином стали торговать от херсона до курска по цене не более 1 рубля 80 копеек за ведро 21 июля 1804 года в россии принят первый самый либеральный в истории 19 века цензурный устав отныне надзор возлагался на цензурные комитеты главного управления училищ министерства народного просвещения то место которое будет цензором сочтено двойным по смыслу теперь трактуется в пользу сочинителя однако жесткий запрет касался произведения в котором автор высказывался против бога власти и личной чести граждан 21 июля 1941 года в москве объявлена очередная воздушная тревога когда дали отбой диктор радио сообщает граждане первый массированный налет немецко-фашистской авиации на москву отражен нашими доблестными летчиками и зенитчиками опасность миновала советское командование сообщает об уничтожении 22 немецких бомбардировщиков из которых 12 на счету истребителей ни один из военных объектов а также ни один из объектов городского хозяйства не пострадал ну а всего сирена воздушной тревоги звучало военной москве 141 раз 1975 год в московских магазинах грампластинок в продажу впервые поступает гибкая пластинка на которой три песни в исполнении аллы пугачёвой главный хит безусловно орли кино именно с этой песни молодая певица победила совсем недавно на конкурсе золотой орфей пластинка стоит 60 копеек и раскуплена практически мгновенно кстати говорят на апрельском заводе грампластинок где печатался тираж администрация вынуждена была выставить специальный милицейский кордон поскольку точно знала будут массовые кражи но говорят что пластинки присвоили себе даже милиционеры вот так вот примадонна начинает свой звездный путь 1990 год на подсдамской площади расположены частично восточном а частично в западном берлине 150 тысяч человек собираются на грандиозный рок-концерт стена устроенный в берлине роджером отрасом и посвященные демонтажу берлинской стены по подсчетам в возведении и последующем сломе бутафорской стены из двух с половиной тысяч пенопластовых блоков принимают участие около 200 тысяч человек это действо символизировало разрушение берлинской стены ну и последнее год 1969 в 2 часа 56 минут ночи по среднеевропейскому времени человек впервые ступил на неземную поверхность не армстронг начали слегка как бы коснулся луны ногой так купальщик пробует не холодно ли нога не провалилась потом физик роберт диастроу подсчитает что бесстрастная природа луны сохранит этот свет в течение миллиона лет вторым был элвин олдрин третий член экипажа аполлона 11 майкл коллинз он находился на борту корабля запущенного смысла канаверал 16 июля мы вам об этом сообщали телетрансляцию эпохального события в истории человечества вели практически все страны за исключением китая и ссср на поверхности астронавты пробыли около трех часов собрали более 20 килограмм грунта вышли на связь с президентом никсоном и установили американский флаг ну и табличку на которой было написано кто здесь был и почему он здесь был ну и как вы понимаете до сих пор некоторые специалисты сомневаются в реальности этого полета и самой вылазки на луну они считают что полета не было а все это голливудский обман одним словом кино но так уж мы устроены зависть она ведь бывает и космических масштабов с вами был николай пивненко в проекте дата